Хотел бы обратить ваше внимание, что оно чуть-чуть отличается от того, что было анонсировано в предварительной программе. То есть я буду говорить не только о смягчении ошибок, но и о коррекциях ошибок. Я постараюсь сделать презентацию достаточно простой, так чтобы максимально люди все поняли. Но не буду влезать в технические детали по возможности. В общем, будут приведены всякие разные довольно известные концепции. Многие, может быть, знают достаточно много вещей из тех, что я буду рассказывать. Ну и также будут приведены разные state of the art, так сказать, работы в этой области экспериментальные. Здесь план лекции. Сначала будет краткое введение, потом, так сказать, расширенное введение. Я напомню всем присутствующим, что такое квантовые гейты и какие есть проблемы с их имплементацией. Затем расскажу про методы коррекции ошибок, про методы смягчения ошибок и в конце выводы. Итак, мы живем сейчас в такой период, когда наблюдается очень быстрый прогресс в деле создания квантовых компьютеров и симуляторов, основанных на разных физических реализациях. Ну и наиболее многообещающими из них являются сверхпроводниковые джезосоновские цепи, ионы в ловушках, нейтральные атомы. Вот как рассказал Иван Дьяконов, большие надежды сейчас возлагаются снова на линейные оптические квантовые системы. Значит, это квантовые точки и так далее. Ну и эти квантовые машины, они могут использоваться для решения самых разных задач. Их число, так сказать, ограничено, но тем не менее круг задач довольно большой. И одна из таких задач — это задачи симуляции динамики или каких-то других свойств многочастичных квантовых систем. В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на вот эту вот недавнюю работу, которая была опубликована в 2023 году. Значит, был поставлен командой IBM эксперимент с их новым 127-кубитным квантовым процессором. И название работы, оно довольно громкое, значит, и утверждение довольно громкое. Они утверждают, что они продемонстрировали впервые полезность квантового компьютера без коррекции ошибок. То есть решили задачу, которая является с их точки зрения практически значимой. Значит, что это за задача? Это задача квантовой симуляции, не аналоговой, а цифровой квантовой симуляции модели динамики модели лизингов в поперечном поле, которая была вот решена на этом 127-кубитном квантовом компьютере. Значит, модель лизингов в поперечном поле, я напоминаю вам, это спиновая модель, частицы со спином 1, 2. Значит, в гамильтониане есть два слагаемых. Это взаимодействие типа магнитного ZZ между ближайшими, скажем, соседями, хотя не обязательно между ближайшими соседями. И вся эта система помещена во внешнее, так сказать, поле поперечное. Соответствующий вклад в гамильтониан, он пропорционален операторам X, действующим на каждый кубит в сумме этих операторов. Значит, вот на этой картинке приведена схема квантового процессора IBM. Каждый кружок соответствует кубиту. Значит, палочки между этими кружками соответствуют возможности приложения двухкубитных операций между соответствующими кубитами. Ну вот они моделировали спиновую систему, которая полностью совпадает по топологии с топологией вот этого квантового процессора. Значит, и оказалось, что вот они посчитали на магниченность направления Z такой системы, ну условно говоря, грубо говоря, как функцию времени, и показали, что они уже способны без коррекции ошибок, что важно, используя только методы смягчения ошибок, они способны залезть в такой режим, где симуляция вот этой вот системы, динамики этой системы на классических суперкомпьютерах уже невозможно, даже с использованием современных методов тензорных сетей. Значит, ну вот, так сказать, громкое утверждение, что это полезно. Там есть свои, так сказать, подводные камни, я не буду на них останавливаться во всей этой кухне. Но, тем не менее, некоторые люди не согласны с этим, что полезность, так сказать, была действительно продемонстрирована, потому что задача искусственная, вот есть еще, так сказать, подводные камни некоторые. Но, тем не менее, работа важная, это такая вот, значит, milestone, то, что называется, по дороге к полезным, действительно, квантовым вычислениям. Значит, IBM сейчас развивает систему доступа через интернет, облачного доступа к их квантовым чипам. К сожалению, Россию забанили, но, тем не менее, так сказать, открою небольшой секрет, если вы, если у вас есть хороший VPN, то можно залезть туда, тем не менее, пользоваться этими квантовыми компьютерами. Я не знаю, как можно ли публиковать такие результаты, полученные через VPN в западных журналах. Но, тем не менее, значит, что-то делать с ними можно. Значит, у них есть там целая линейка квантовых компьютеров. В свободном доступе, к сожалению, сейчас они оставили только 5-кубитные машины, а все остальные, чтобы ими пользоваться машинами, нужно состоять в некоем консорциуме университетов или каких-то исследовательских центров, в которую Россию не пускали еще до санкций, до вот этих последних. Вот. Ну и вот для тех, кто в этих консорциумах состоит, доступны вплоть до 127-кубитных чипов, и в скорое время они собираются вывести, так сказать, в пользование уже 400 или 500-кубитную машину. Она у них уже создана. Значит, ну все это сопровождается с очень приятным, так сказать, софтом, созданным для всего этого дела. Можно пользоваться таким вот визуальным композером, накидывать гейты на вот этот вот нотный стан и в конце мерить что-то, а можно пользоваться более сложными, так сказать, методами программирования, менее визуальными, для того, чтобы запускать эти квантовые машины. Значит, это все очень интересно, удобно. Я призываю, так как и всех желающих, пользоваться этой возможностью, пусть и через VPN. Значит, теперь я напомню кратенько, что такое квантовые гейты, для того, чтобы сохранить, так сказать, связанность повествования. Ну все, наверное, присутствующие знают, что такое сфера Блоха. Значит, это сфера, на которой можно отобразить состояние двухуровневой системы. В чистом состоянии, значит, оно изображается точкой. И квантовому состоянию можно поставить в соответствии два угла на сфере Блоха. Вот это θ и φ, вот они здесь вот таким образом фигурируют. Соответственно, вероятности измерить нолик или единица написаны здесь, в сумме они дают единичку, ну и удобно использовать матричное представление для квантовых состояний. То есть для нолика это 1,0, для единички это 0,1. Значит, если так сделать, то гейты можно представлять в матричной форме. Значит, есть разные гейты, но обычно говорят об однокубитных и двухкубитных гейтах, из которых можно построить универсальный набор квантовых гейтов. Значит, из однокубитных гейтов следует выделить набор гейтов Паули. Прежде всего, это гейт x или гейт нот, значит, который инвертирует состояние кубита. Если он действует на единичку, он дает нолик, если действует на нолик, он дает единичку. Ну и при действии на суперпозицию он инвертирует в суперпозиции точно так же нолик и единичку. Значит, по сути, гейт x представляет из себя вращение на угол Пи вокруг оси x на сфере Блоха. Если два раза проворощать, значит, два раза применить x-гейт, то получается единичный гейт, идентийт гейт, как будто бы мы ничего и не делали. Значит, вот такие вот такого рода свойства, они важны в методах смягчения ошибок. Например, забегать чуть вперед, два сенота вам дают всегда единичный гейт. Значит, вот эта вот вещь, она применяется. Аналогичным образом можно ввести гейты Паули-Y и гейт Паули-Z. Это вращение на Пи вокруг оси Y и вокруг оси Z, соответственно. Ну и они описываются в матричной форме соответствующими матрицами Паули. Значит, также важным является гейт Адамара, который ответственный за создание квантовых суперпозиций. То есть он из нолика делает суперпозицию 0 и 1, со знаком плюс из единички делает суперпозицию 0 минус единица со знаком минус. Ну и его также можно представить в виде вращений на сфере Блоха соответствующих. Значит, ну все эти гейты, как ни сложно сообразить, они являются частными случаями произвольных вращений вокруг оси XYZ. Эти вращения заданы на произвольный угол вот такими вот матрицами RX, RY, RZ. Ну и если говорить об IBM-овском вот этой вот всей системе, то у них есть свои однокубитные гейты, все более-более, так сказать, усложняющиеся. Вот есть гейт произвольного вращения, произвольный гейт, который характеризуется тремя параметрами. Значит, ну это произвольный гейт, так сказать, однокубитный. Вот. Значит, теперь для того, чтобы построить квантовый компьютер, нужен также какой-нибудь двухкубитный гейт. Например, это может быть гейт синод или контролирующий нет. Значит, он отличается тем, что действует, естественно, на два кубита, и кубиты здесь делятся на контрольный и целевой. Значит, синод не изменяет состояние целевого кубита, если контрольный кубит находится в состоянии 0, если контрольный кубит находится в состоянии 1, то состояние целевого кубита инвертируется. То есть из 0 делается 1, из 1 делается 0. Значит, оп, так, что я нажал? Сейчас. Сейчас. Значит, почему… Вот сейчас, значит, так. Значит, если посмотреть на сверхпроводниковые квантовые компьютеры, то на них синод непосредственно можно применять не между любыми двумя кубитами, а можно их применять между кубитами, которые, ну, находятся близко в геометрическом смысле друг от друга. Вот, например, 5-кубитный чип палочки соответствует соответствующим возможностям применения двухкубитных операций. Такая вот лесенка. Ну, и вот этот пресловутый 127-кубитный чип, он показан здесь. Скажем, в ионной реализации ситуация намного лучше, поскольку синоды можно применять непосредственно между любыми двумя кубитами квантового процессора. Ну, однако вот это обстоятельство не является, естественно, фатальным. То, что синоды можно применять только между двумя соседними кубитами. Значит, естественно, операция SWAP, которую можно составить из трех синодов. С помощью этой операции можно квантовое состояние подогнать по цепочке кубитов от одного кубита к другому, произвести синод и потом, скажем, отогнать обратно, если это нужно. Значит, ну, и что такое квантовая схема, квантовый алгоритм? Это вот такая вот последовательность квантовых операций, квантовых вентилей, квантовых гейтов, называйте как хотите, завершающаяся измерением его квантового состояния. Значит, ну, вот графическое представление типичное показано здесь. У нас есть набор кубитов, которые соответствуют горизонтальным линиям. Значит, прикладываются однокубитные и двухкубитные операции. И эту цепь можно характеризовать глубиной цепи, то есть максимальным количеством гейтов на один кубит горизонтали, и шириной цепи, то есть количеством кубитов, которые задействованы в этой схеме. И в конце все завершается измерениями состояния кубитов. Ну, в зависимости от алгоритма, от того, что вы делаете, измерение может быть одно, то есть вы получаете одну битовую строку, либо измерений может быть много, в частности вот в этом эксперименте по квантовой симуляции IBM, значит, измерений было много, то есть выполняется каждый раз алгоритм, считывается состояние, прогоняется алгоритм, считывается состояние. Вот. Значит, теперь, почему эти сеноты, они так важны? Значит, сеноты отвечают, или любой, так сказать, соответствующий двухкубитный гейт, он отвечает за допутанность кубитов, и с произвольными однокубитными вращениями, и сенотами можно сконструировать универсальный квантовый компьютер. Значит, универсальный квантовый компьютер, это компьютер, который может делать произвольное унитарное вращение вот в этом многокубитном гильбертовом пространстве. Значит, теперь о точности выполнения операции в современной реализации. Значит, однокубитные гейты уже реализованы с большой точностью во всех лидирующих физических платформах. Вероятность ошибки достаточно мала, это в районе 10-4. Но с двухкубитными гейтами, к сожалению, ситуация значительно хуже, и ошибки в многокубитных системах относительно велики, это что-то в районе 10-2, то есть в районе 1%. Но также нужно упомянуть про ошибки считывания, состояние кубитов, они тоже относительно велики, это что-то в районе тоже 1%. И вот нужно сразу сказать, что вероятности, ну или частоты появления вот этих ошибок являются очень важными характеристиками квантовых вычислителей, вдобавок к временам потери когерентности кубитов Т1 и Т2. Значит, вот это всегда нужно держать в голове. Значит, оно на данный момент является главным ограничителем для использования квантовых компьютеров для каких-то практически значимых задач. Значит, теперь про методы коррекции ошибок. Значит, в методах, в теории методов коррекции ошибок полезным приближением, которое широко используется, является стахастическая модель ошибок, в которой шум моделируется как дискретные вероятностные события, которые называются сбоями, false по-английски, которые могут возникать в разных частях схемы, включая измерения и вентили. Значит, в основном речь идет о вентилях, это самое важное. Значит, то есть что это такое? Это означает, что, во-первых, это все можно теоретически как-то более-менее подтвердить, аргументы в пользу стахастической этой модели представить, ну и, во-вторых, она вроде как экспериментально тоже подтверждается. Значит, как это представляется? Ну, разные модели могут быть ошибок, но вот наиболее релевантные, наиболее важные – это паулевские ошибки и частный случай паулевской ошибки – это деполяризующий, то есть шум. Значит, что такое паулевская ошибка? Значит, матрица плотности преобразуется следующим образом, то есть с вероятностью P1X у вас происходит ошибка X, то есть как бы влезает паразитный X-гейт в эту систему, да, в данном месте, с вероятностью P1Y влезает Y-гейт, и с вероятностью P1Z влезает Z-гейт. Что это означает? Что у вас вот есть какая-то схема, например, которую я вот в таком вот виде рисовал здесь на одной из картинок, и после каждого идеального гейта у вас стахастически с какой-то вероятностью бьет, значит, однокубитный гейт XY или Z. Ну и, соответственно, вот весь массив данных, который у вас квантовый компьютер после многого числа запусков получается, он делится на такие вот подсистемы. То есть, во-первых, у вас может не быть ни одной ошибки, в которых у вас может быть одна ошибка в каком-то одном месте, одна ошибка в другом месте, две ошибки, три ошибки и так далее. Значит, и у вас вся вот масса запусков, она разбивается на такие вот подмножества, подсистемы. Значит, и что интересно, что важно, если вот эти вот ошибки P1X, P1Y и P1Z, они равны друг другу, что на практике довольно часто случается, оказывается, что вот эту формулу можно переписать в более простом виде, значит, этот кусочек остается тем же, естественно, а вот этот кусочек преобразуется в такой вот простой вид. Значит, это называется диполяризующий некогерентный шум. В основном мы будем говорить про эти шумы, но не только про них. Значит, теперь для того, чтобы вам запустить квантовую коррекцию ошибок, она работает как, то есть вы должны сидеть как бы и мониторить, не произошел ли вот эта вот ошибка типа X или ошибка типа Z в каждом запуске квантового компьютера, вам нужно измерять состояние кубитов каким-то образом, при этом делать это ну как бы неразрушающим образом для того, чтобы не схлопнулось ваше квантовое состояние. Значит, то есть мы хотим измерить состояние кубитов без разрешения их квантовых состояний. Как это возможно? Значит, это возможно следующим образом. Кубиты в квантовом компьютере, они разделяются на кубиты, содержащие данные, data qubits по-английски, и измерительные кубиты, кубиты типа anscillы дополнительные. Значит, вот кубиты типа anscillы, они являются кубитами, над которыми мы производим измерения, и с помощью которых мы смотрим, произошло ли ошибка типа там X или Z на data qubits. Вот, значит, вот самый простой код, который можно, так сказать, использовать для демонстрации самого принципа коррекции ошибок, это так называемый код с повторениями. Код с повторениями является таким вот игрушечным кодом, поскольку он позволяет исправлять ошибку только одного вида, например, ошибку типа X или ошибку типа Z. Но он не способен исправлять ошибки и X, и Z одновременно. Значит, то есть это не настоящий, как бы неполноценный код коррекции ошибок, но тем не менее это важная такая вот веха, которую интересно, так сказать, пощупать и теоретически, и реализовать экспериментально. Что люди и делали. Значит, вот с самой простой реализации кода с повторениями, логические кубиты, закодированное состояние трех физических кубитов. И, значит, этот код может корректировать однокубитные ошибки только одного типа. Значит, ну вот у нас есть физические кубиты, вот три физических кубита, значит, и мы из них составляем состояние логических кубитов. То есть три нолика – это будет логический нолик, три единички – это будет логическая единичка. Значит, как это сделать? Ну, сделать это достаточно просто. Значит, вот у нас есть исходное состояние какое-то произвольное альфа-ноль-ноль плюс альфа-один-один, которое закодировано в состоянии одного кубита вот этого вот, да. Значит, мы прикладываем два сенота, ну и можно просмотреть вот по этой вот цепочке вычислений несложных. Значит, если у нас этот кубик в состоянии 0 находится, состояние этого кубита не меняется. Если он в состоянии 1, то здесь инвертируется. Вот мы получили вот это вот. Затем мы прикладываем второй сенот. Если это в состоянии 0, здесь не меняется ничего, ничего не изменилось. Если это в состоянии 1, здесь инвертируется на противоположный. Значит, мы получили 1, 1, 1. То есть то, что нам нужно. Это стадия кодирования, самая первая стадия, когда мы переходим от физических кубитов к логическим кубитам. И потом квантовая схема полная, она выглядит следующим образом. Вот это стадия кодирования, которую я только что рассмотрел. И потом мы предполагаем, что ошибка происходит в этот момент. Физически мы можем подождать какое-то время для такой демонстрации. Здесь происходит ошибка, а дальше прикладывается каскад двухкубитных гейтов сенотов на два измерительных кубита. То есть у нас есть три кубита дата кубит, два измерительных кубита. Мы прикладываем этот каскад сенотов и считываем состояние измерительных кубитов. Схема устроена так, что состояние основного регистра после того, как произошла ошибка здесь, оно до конца схемы не меняется. То есть как мы запустили, что-то, так оно и прошло. Но однако на вот этих двух измерительных кубитах оседает информация о том, что произошло вот здесь вот. На каком из кубитов произошел фейсфлип, битфлип, то есть произошла ошибка x. И измеряя вот эти состояния двух кубитов, мы можем однозначно определить, на каком из кубитов, дата кубитов, кубитах, содержащих данные, произошла эта ошибка. Затем мы можем приложить соответствующий однокубитный гейт и скорректировать эту ошибку. Ну вот здесь вот представлена табличка, что именно происходит, как именно выглядит состояние вот здесь вот после того, как произошла ошибка. Но если ни одной ошибки не произошло, то мы то, что запустили, то и вышло. Значит, если произошла ошибка на кубите 1, на ансцилле у нас осело 1,1. Видите? И мы видим действительно, что на первом кубите произошел битфлип, то есть нолик превратился в единичку, единичка превратилась в нолик. Значит, если мы получили 1,1, мы знаем, что произошла ошибка на первом кубите, мы прикладываем сюда x-gate, 1 превращается в 0, 0 превращается в 1. Аналогично, если ошибка произошла на втором кубите, мы получаем 1,0. И вот мы видим действительно, что ошибка произошла на среднем кубите, значит, мы прикладываем туда x-gate. Если мы получили 0,1, то ошибка произошла на третьем кубите, мы точно так же прикладываем x-gate на третий кубит. Значит, ну здесь вот представлена, так сказать, опять строчка такая для одного из случаев, когда ошибка произошла на первом кубите, которая демонстрирует, что действительно у нас получается 1,1, что это не какая-то магия в плохом смысле этого слова, а это просто такая достаточно простая математика. Вот. Значит, ну и впервые вот этот вот код с повторениями, он был реализован в группе Джона Мартинеса, который тогда работал в корпорации Google. Вот. Значит, они использовали, сколько здесь кубитов, я уже не помню, типа 9, наверное, 9 кубитов типа трансмонов, сверхпроводниковые кубиты. Значит, реализовывали коды с повторениями для разного числа, так сказать, кубитов, кодирующих данные. Значит, ну и вот они, что они получили, основной результат, что когда они использовали всего 5 кубитов, вот как я показывал на предыдущих слайдах, они увеличили время жизни логического кубита, то есть вероятность ошибки типа X, например, уменьшилась в 2,7 раза, а если они использовали большее количество кубитов для кодирования данных, то вплоть до 8,5 раз они уменьшали, так сказать, вероятность логической ошибки. Значит, ну это вот интересная первая самая работа по коррекции ошибок, насколько я понимаю, вообще в истории. Ну и здесь вот в этом контексте будет, наверное, удобно ввести такой вот параметр, как D, это расстояние между двумя кодовыми словами. То есть кодовые слова у нас для вот этого кода с повторениями было 3,0 и 3,1. Значит, D это количество битов, которые нужно перевернуть, чтобы из одного кодового слова перейти в другое. То есть в данном случае D было равно 3. Ну и число ошибок, которые может исправлять код с повторениями, оно равно D-1, деленное на 2. То есть если D у нас было равно 3, то как раз одну ошибку мы могли таким образом исправлять. Так, дальше. В 2021 году эта же группа повторила этот эксперимент уже в более, так сказать, впечатляющем масштабе. Они, значит, реализовали код коррекции ошибок, вот типа repetition код, код с повторениями, вплоть до 21 кубита. Значит, ну, кроме того, они реализовали поверхностный код, про это речь пойдет дальше. Сейчас я не буду про это говорить. Ну и вот основное наблюдение, которое впервые было, так сказать, продемонстрировано, они показали, что вероятность ошибки логического кубита, она масштабируется экспоненциально с ростом, с числом, значит, вот этих вот, ну, с ростом числа измерителей, дата кубитов, которые кодируют логический кубит. То есть когда это означает, что если D мы устремим в бесконечность, у нас εL при всех заданных параметрах системы будет стремиться в ноль, что, конечно, очень хорошо, экспоненциально быстро. Вот впервые они это пронаблюдали, увеличивая число, так сказать, кубитов в этом коде. И, значит, это тоже важное было достижение соответствующее. Но, однако, по-прежнему я могу, хотел обратить ваше внимание, код с повторениями может исправлять только один вид ошибок. То есть в той вот формулировке, которую я показывал, это ошибки типа x, но сменой базиса можно добиться того, что это будут ошибки типа z. Ошибки типа y, они, так сказать, сводятся к последовательному действию x и z, поэтому достаточно корректировать только два типа ошибок. Но, тем не менее, это неполноценный код коррекции ошибок. Значит, для того, чтобы корректировать более общие ошибки, то есть ошибки типа x и ошибки типа z, нужны более сложные коды коррекции ошибок. И вот такой самый, наверное, простой или самый наглядный код, который способен корректировать такие ошибки, это 9-кубитный код Шора, что он способен корректировать и сбой фазы, и переворот бита. Значит, логические состояния здесь уже представляются в виде состояний 9 физических кубитов. Ну и процедура кодирования, она уже, конечно, более сложная, я не буду расписывать детали. Она вот такая вот, значит, у вас было состояние одного физического кубита, вот оно закодировано в один кубит, дальше оно размножается соответствующим образом на состояние вот этих вот 9 физических кубитов. Ну и что может быть скорректировано вот этим кодом Шора? Может быть скорректирована произвольная однокубитная ошибка на любом физическом кубите. Значит, этот код, если присмотреться к нему, он состоит из трех блоков, и в каждом блоке он как бы прокручивается код с повторениями. То есть можно корректировать x ошибки в каждом блоке. И в каждом блоке также можно корректировать переворот бита. Следующий слайд, он покажет, как это работает. Значит, ну и вот здесь я тоже написал, каким образом, значит, кодируется именно логический кубит в физический кубит. То есть видите, уже более сложное, так сказать, состояние квантовое. Значит, вот коррекция сбоев фазы, она представлена вот этим вот слайдом. Значит, это уже более сложная процедура, которая включает из себя вот такой вот каскад двухкубитных гейтов. Ну и вот из этих измерений по двум, так сказать, измерительным кубитам мы можем понять, в каком блоке произошел сбой фазы. Значит, вот если присмотреться, то тут видно по блокам сравнение фазов, сравнение знаков идет. То есть первые шесть синотов – это сравнение в блоках 1 и 2, а другие шесть синотов – в блоках 2 и 3. Значит, ну и в принципе неважно, на котором из трех кубитов блока произошла ошибка. В общем, код устроен так, что вот если ошибка, например, произошла здесь, у вас инвертировался знак, значит, вы прикладываете, знаете, например, что в этом блоке произошла ошибка типа Z, вы прикладываете Z-гейты ко всем трем кубитам, и знак инвертируется обратно. То есть вам не обязательно знать, на каком именно кубите блока произошел сбой фазы. Ну и видно, что всего требуется достаточно много синотов для того, чтобы все это реализовать. И, конечно, ошибки синотов, они должны быть маленькими для того, чтобы все это работало. Есть и другие варианты подобных кодов, которые требуют меньшего числа синотов и меньшего числа кубитов, то есть минимально это там в районе 7-8 кубитов. Ну и впервые, значит, вот такой вот код, который может корректировать и сбой фазы, и сбой бита, переворот бита, он был реализован на ионном квантовом компьютере пару лет назад. Вот соответствующая работа, значит, у них полносвязный квантовый компьютер, что облегчает несколько всю эту процедуру. Ну и вот можно расположить мысли на вот эти кубиты в виде такой вот решетки. Значит, и, соответственно, в первый раз было продемонстрировано детектирование обоих типов ошибки в этом коде, в этой работе. Значит, теперь каким образом, значит, понятно вот из этого рассмотрения, что в принципе, если вот код коррекции ошибок работает правильно, вот как было в коде с повторениями в работе Мартиниса, то чем больше кубитов физических кодирует один логический кубит, тем лучше, тем меньше у нас вероятность сбоя логического кубита. Поэтому стоит вопрос, каким образом оптимально можно организовать вот этот вот один логический кубит. Ну, существует, я так понимаю, два основных подхода. Один из них вот такой вот иерархический. То есть что имеется в виду? Значит, имеется в виду следующее, что пусть у нас есть физические кубиты сначала. Мы из каждого физического кубита делаем один, из семи физических кубитов делаем один логический кубит и получаем вот эти вот закодированные кубиты уровня 1. Затем мы берем 7 опять таких кубитов уже логических как бы, и из них делаем уровня 2 следующий логический кубит, который состоит уже из 49 физических кубитов. Ну и дальше, так сказать, мы можем наращивать вот эту всю иерархию и добиваться того, что число кубитов физических в одном логическом кубите будет расти так, как нам захочется. Настолько, насколько мы можем, мы хотим задавить вероятность ошибки на логический кубит. Ну и общая архитектура квантового процессора, вот такого вот, который в будущем светлом, наверное, будет существовать, он представляется вот на вот этом вот слайде. Значит, у нас есть физический квантовый процессор, физическое считывание вот этих вот кубитов, контроли кубитов, например, за счет микроволновых импульсов, если это сверхпроводниковые кубиты. Значит, у нас есть слой коррекции ошибок, который, значит, мы как-то кодируем логические кубиты, ну и дальше идет слой уже, собственно говоря, логический. То есть есть логический квантовый процессор, есть считывание этих состояния логических кубитов, есть контроль и есть квантовые алгоритмы на самом верху, ну, например, алгоритм Шора, алгоритм Гровера, какая-то квантовая симуляция, которые уже запускаются с этими вот логическими кубитами. Так, значит, теперь я немножко математикой займусь для того, чтобы дальше продвигаться. Значит, вот в этой всей науке вводятся так называемые стабилизаторы, такие вот операторы, которые нужно использовать для того, чтобы эффективно реализовать коды коррекции ошибок. Значит, задача состоит в том, что мы должны детектировать и корректировать ошибки X и Z типа. Но, однако, вот эти ошибки операторы X и Z не коммутируют, поэтому последовательные измерения X и Z плохие, так как они ведут к полному разрушению квантового состояния. Но, однако, можно использовать два кубита, то есть можно убедиться в том, что если составить вот такую вот пару операторов, то они начнут коммутировать друг с другом. И это означает, что вот эти вот операторы, их можно мерить, так сказать, последовательно, и это не будет вести никаким плохим последствиям. И вот такие вот измерения можно использовать для стабилизации квантовых состояний, например, для стабилизации состояний Белла двухкубитных. Значит, у нас есть четыре состояния Белла, вот они нарисованы здесь. Значит, это 0,0 плюс 1,1, 0,0 минус 1,1, 0,1 плюс 1,0 и 0,1 минус 1,0. Значит, ну и видно, что если посчитать, чему равны собственные значения вот этих операторов на вот этих вот состояниях, то они показаны в табличке, как здесь. Ну и видно, что каждому из этих вот состояний Белла соответствует своя пара вот этих вот операторов. Значит, это что означает? Это означает, что мы можем циклически промерять эти две величины, и если произошла ошибка, ошибка типа X или ошибка типа Z, она всегда переводит одно из состояний Белла в другое, мы можем ее однозначно идентифицировать с точностью до кубита. Значит, мы можем ее таким образом как бы детектировать в дальнейшем. Ну вот эти коммутирующие операторы называют стабилизаторами, стабилайзерс по-английски, значит, и они важны для дальнейшего изложения. Значит, дальше я хотел бы рассказать о другом типе кодирования, да, логических кубитов, которые не сводятся вот к этой организации вот этой иерархической структуры. Это так называемый поверхностный код и коды, которые, ну, близки к нему в некотором смысле. Значит, поверхностный код предполагает, что у вас есть как бы двумерная решетка кубитов, которая нарисована здесь. То есть кубиты изображены в виде кружков, значит, и кубиты делятся на два вида. Это кубиты измерительные, которые обозначены черными кружками, и кубиты, содержащие данные, data qubits, которые изображены полыми кругами. Значит, кубиты измерительные делятся на два типа. Это вот, которые соединены с зелеными отростками, такими соседними кубитами. Это они меряют Z-синдромы, то есть произведение операторов ZA, ZB, ZC, ZD, то есть вот этот, например, кубит, он меряет произведение операторов вот этих вот, так. И желтые меряют X-синдромы, то есть произведение соответствующих операторов здесь, здесь, здесь и здесь, например. Значит, и поверхностный код устроен так, что циклически примеряются все вот эти вот ячейки, да, и если ошибки, вот эти вот ошибки типа X и ошибки типа Z редки, они могут быть идентифицированы и локализованы. Если же они чисты и слепаются в некие вот цепочки, которые пробегают вот эту всю систему, это становится проблематичным. Сейчас я более, так сказать, конкретно, детализированно про все это расскажу. Значит, ну вот пусть у нас есть такая вот система конечного размера, квадратного типа, значит, ну вот на этой системе можно организовать единичный логический кубит. Значит, как его можно организовать? Можно назвать оператором X произведения вот этих вот операторов по горизонтали и оператором Z произведения операторов по вертикали таким вот образом. Вот они нарисованы здесь, эти формулы. Значит, ну и, соответственно, можно убедиться в том, что вот эти операторы, которые введены таким образом, они правильным образом коммутируют, и это означает, что если коммутационные соотношения правильные для операторов Паули выполняются, то из них их можно и считать операторами Паули для единичного кубита. Значит, ну и вот уже из этого рассмотрения, из этого определения интуитивная ясна опасность длинных цепочек из ошибок, пересекающих всю систему. То есть если ошибки случаются вот так вот редко, где-то мы их можем отловить, а если вдруг пробегает, вот как молния пробивает через всю эту систему, такой пробой из ошибок, то это эквивалентно действию операторов X или Z для логического кубита, и такую ошибку уже, конечно, исправить будет проблематично. Ну и можно построить соответствующую статистическую механику, посмотреть на все на это со стороны статистической физики, статистическую механику ошибок. Значит, вот на этой картинке изображено по горизонтали вероятность ошибки на физический кубит на один гейт, а здесь вероятность ошибки для логического кубита. Значит, ну и для разного числа физических кубитов, которые кодируют логический кубит. Вот, значит, для разных размеров системы D. Ну и видно, что для малых P, для малых P у нас по горизонтальной оси, вот эта вот вероятность логической ошибки, P, L, она мала, вот мы находимся здесь, и она уменьшается с ростом D, то есть чем D больше, тем нам лучше, как бы. А для больших P, если мы находимся вот здесь, вот P, L больше увеличивается с ростом D. Значит, ну и вот есть точка перегиба соответствующая, в которой все эти кривые, они как бы совпадают и перегибаются. Это вот порог, так называемый, да, в районе 10 минус 2 на физический кубит. Значит, и таким образом мы имеем, что если P у нас меньше, чем вот этот вот P-трешолло, то вероятность ошибки на логический кубит, она шкалируется как P в степени DE, где DE, вот такая вот вещь. Значит, отсюда мы можем написать, вот есть такая эмпирическая формула, что вероятность ошибки на логический кубит в этом случае, в этом режиме, она шкалируется следующим образом, где появляется коэффициент 0 в районе 3%, и мы видим, что вероятность логической ошибки, она экспоненциально подавлена с ростом числа кубитов в системе, то есть с ростом числа кубитов, которые физических, которые кодируют один логический кубит. Ну и вывод, конечно, выгоден находиться в режиме малых ошибок, то есть когда у нас вот этот error rate меньше, чем соответствующий порог. Про это, в принципе, вот говорил Иван Дяконов кратенько. Вот, происходит в неком смысле фазовый переход. То есть чем больше, мы видим, что чем больше размерность системы у нас, тем круче вот эта кривая, ну и в термодинамическом пределе мы ложимся вообще вот на такую вот, как бы вертикальную линию. Это можно считать фазовым переходом. Здесь уже ошибка будет ровно равна нулю. Вот, ну если рассмотреть разные типы ошибок, в том смысле, что есть разные кубиты у нас в нашей системе, то есть есть кубиты, кодирующие данные, есть измерительные кубиты, и есть ошибки типа синод, значит оказывается, что для всех для них выполняются такие же, такого же типа формулы, но только вот эти вот коэффициенты эмпирические, они будут немножко разными, но это все равно что-то в районе 10 минус 1, 10 минус 2, ну максимум 10 минус 1. Значит, вот соответствующие графики представлены здесь. Ну если говорить о современном state of the art, так сказать, квантовых процессорах, то сверхпроводниковые кубиты, они находятся вблизи порога, уже, наверное, в сторону хорошую, так. Ионные компьютеры находятся тоже там же, например. Но, однако, есть проблема масштабирования, проблема быстрой электроники, то есть вот этот поверхностный код, он предполагает, что вам нужно кодировать один логический кубит в большое число физических кубитов, и пока такой монстрообразной системой управлять, в общем, достаточно тяжело. Но я дальше расскажу про экспериментальный прогресс в этой области. Значит, ну теперь это вот я рассмотрел один физический, один логический кубит, в такой вот системе ограниченного размера, для того, чтобы, так сказать, основные концепции ввести в оборот. Но, однако, вам нужно в реальности большое число кубитов, и как их организовать в таком случае? Должна быть большая достаточно решетка физических кубитов, и логические кубиты вводятся через искусственное ограничение размеров вот этой системы через неодносвязанную геометрию. То есть вот некоторые кубиты, например, могут не использоваться вовсе в коде коррекции ошибок, образуется вот такая вот дырка. Ну и, например, можно логические кубиты закодировать вот такие вот строчки, такие вот как бы цепочки физических кубитов. Вот это вот, например, произведение вот этих вот операторов X будет соответствовать коллективному оператору X, произведение Z будет соответствовать коллективному оператору Z. Ну и дальше развито, я уже не буду про это рассказывать, соответствующая техника, как можно организовывать однокубитные операции для таких вот кубитов закодированных в неодносвязанную геометрию, как можно реализовывать двухкубитные операции через операцию брейдинга, когда вот так вот нужно их один вокруг другого оборачивать. Ну и оценки, значит, вот это вот важный момент, все-таки сколько кубитов физических нужно для того, чтобы закодировать один логический кубит для решения каких-то практически значимых задач. Ну здесь нужно, наверное, отталкиваться от той задачи, которую вы хотите решить, и люди делали соответствующие оценки, например, они брали код Шора, который используется для разложения больших чисел на простые числа, на произведение простых чисел, и, значит, смотрели, какая ошибка должна быть для того, чтобы код Шора запустить для практически значимых задач, то есть для криптографов то, что интересно. Оказывалось, что ошибка должна быть очень маленькой, то есть это что-то в районе 10 минус 14 для кода Шора. Ну и оценки показывают, что для того, чтобы такую вот точности достигнуть, вам нужно кодировать один логический кубит в тысячи или даже десятки тысяч физических кубитах при тех, так сказать, параметрах, при тех ошибках на физический кубит, которые сейчас существуют. Соответственно, конечно, если вы улучшите качество этих физических кубитов на два порядка еще задавите ошибки, то тогда и количество физических кубитов в логическом кубите тоже можно уменьшить, не такое монстрообразное. Но, тем не менее, видно, что это достаточно суровая, так сказать, реальность, достаточно суровое ограничение. Ну а теперь вот если говорить опять же про сверхпроводниковые процессоры, то существуют разные сейчас две реализации. Вот есть квантовые компьютеры Google, которые исходно создавались с прицелом на поверхностный код. То есть у них вот такая же квадратная решетка, которая подходит для поверхностного кода. И есть процессоры типа IBM, которые отличаются другой геометрией. У них сверхпроводниковые кубиты с фиксированными частотами, и там есть разные свои проблемы. В результате они вынуждены были делать более разреженную такую вот систему. Ну, казалось бы, есть большая разница между этим и этим, но, однако, исследователи IBM продемонстрировали, что поверхностный код может быть теоретически продемонстрировали, поверхностный код может быть переформулирован под такую геометрию. Ну и вот все предыдущие оценки, которые я показывал для вот этого трешолда, для всего остального, они остаются, так сказать, в силе, меняется только немного значение вот этих всех коэффициентов пропорциональности. Ну, не так, чтобы сильно. Соответственно, оба реализации могут использоваться для кодов коррекции ошибок, для поверхностных кодов. Ну, теперь немножко про эксперимент. Значит, впервые в 2021 году был продемонстрирован реальный код коррекции ошибок типа поверхностного кода. Значит, в Швейцарии в группе Валлорфа использовалось 17, это минимальная ячейка для поверхностного кода, 17 кубитов. Значит, из них 9 — это дата кубиты, и остальные — это, значит, измерительные кубиты. Ну и действительно, они продемонстрировали, что ошибки обоих типов они могут отлавливать, и, так сказать, их можно корректировать. Буквально через несколько месяцев после этого китайцы продемонстрировали соответствующую работу. У них тоже есть квантовые процессоры, которые по своей топологии соответствуют, ну и вообще по технологиям, квантовым процессорам Google. То есть у них есть вот такая вот квадратная решетка большая. Они выделили, опять же, такую вот ячейку с 17 кубитов, и на нем, на этой ячейке продемонстрировали, значит, тоже поверхностный код коррекции ошибок. Вот, то есть это важные действительно работы, которые вот впервые как-то это дело имплементировали. Ну и, наконец, в 22-м году или в 23-м году опубликована работа была, по-моему, значит, это работа Google, в которой они продемонстрировали уже масштабирование вот этого вот поверхностного кода. То есть они взяли, вот есть 17-кубитная такая вот системка какая-то, или нет, наверное, нет. Ну, в общем, короче говоря, они рассмотрели вплоть до 49 кубитов в ячейке поверхностного кода. И что они продемонстрировали, что с ростом числа физических кубитов, кодирующих один логический кубит, вероятность сбоя на логический кубит у них уменьшается. Правда, она уменьшается не так, чтобы радикально, там на какие-то, может, десятки процентов между 17-кубитным кодом и 49-кубитным. Но, тем не менее, значит, это было продемонстрировано и продемонстрирован потенциал того, что это можно все масштабировать, и это не какая-то фантастика. Ну, тоже достаточно важная, интересная работа. Значит, дальше. Ну, это все работы, которые просто демонстрируют, так сказать, саму концепцию, реализацию кода, но ничего полезного этот код не делает. Ну, вот, тем не менее, значит, было выпущено, по крайней мере, две работы в прошлом году, которые продемонстрировали что-то полезное. Значит, во-первых, вот это, по-моему, ионный квантовый компьютер, насколько я помню. Значит, они продемонстрировали то, что называется Quantum Phase Estimation, алгоритм оценки фазы на ионном квантовом компьютере с использованием логических кубитов. Значит, там у них не бог весть, сколько было физических кубитов, которые кодируют логический кубит. Но, тем не менее, впервые эти логические кубиты, они используются для чего-то, так сказать, важного, и что-то было показано. А дальше была работа, тоже, на мой взгляд, очень важная работа, которая громко прозвучала в прошлом году, в конце прошлого года. Эта группа Михаила Лукина продемонстрировала впервые логический квантовый процессор на нейтральных атомах, про которые уже сегодня на этой школе немного говорили. Значит, они продемонстрировали из, по-моему, 200 с чем-то кубитов физических, на них они смогли построить около 40 логических кубитов и показали, что разные тестовые задачи эти логические кубиты выполняют лучше, чем физические кубиты соответствующего количества. То есть они продемонстрировали реализацию состояния типа ГХЗ и так далее. Эта работа очень сильно выстрелила, во-первых, потому что впервые была такая демонстрация каких-то сложных операций с логическими кубитами, во-вторых, из-за того, что нейтральные атомы вдруг резко стали одними из лидеров вот этой квантовой гонки, которые, может быть, даже обошли сверхпроводниковые кубиты в чем-то. Но вот сейчас это, так сказать, очень горячая, интересная область, и они выкатили свои планы, которые выглядят совершенно фантастическими. Через несколько лет уже они хотят сделать процессор с 10 тысячами физических кубитов и промасштабировать вот эти вот коды коррекции ошибок в эту сторону. Это очень интересно и очень важно. Теперь методы смягчения ошибок. Это другой комплементарный метод к коррекции ошибок. То есть коррекция ошибок у вас работает как? У вас есть квантовый компьютер, вы его запускаете и следите в каждом запуске из квантового компьютера, корректируете вот эти вот сбои фазы или переворот бита и, так сказать, с этим работаете. Есть другой метод, который, ну он совершенно другой в каком-то смысле. Он состоит в том, что вы работаете, вы не пытаетесь мониторить систему, исправлять ошибки, а вы набираете статистику в конце, делаете, может быть, дополнительные запуски какие-то квантового компьютера и затем работаете вот с этим массивом всей статистики, пытаетесь что-то улучшить из этого вот шума, из всего что-то вытащить. Значит, и вот этот вот массив методов, которые в настоящий момент развиты, они называются методами смягчения ошибок, error mitigation по-английски. Значит, ну вот разработано несколько таких основных методов, я про них немножко расскажу. Первый метод — это так называемая экстраполяция к нулевому шуму. Значит, в чем она состоит? Ну, во-первых, предполагается, что у вас есть вот эта вот самая стахастическая модель ошибок, то есть ошибки происходят стахастически, и для простоты можно считать, пусть для начала мы считаем, что они происходят независимо друг от друга. Значит, ну и введем вероятность единичной ошибки, буквочкой P, F обозначим. Значит, тогда вероятность того, что не случилось ни одной ошибки, будет равна произведению вероятности того, что, соответственно, этих ошибок ни одной не случилось, ни в одном месте схемы. Значит, ну и понятно, что вот эта величина, она будет спадать экспоненциально с увеличением числа мест, потенциальных мест сбоев в квантовой схеме. Ну и поэтому с числом кубитов, так сказать, из глубины схемы она будет спадать. Значит, можно ввести величину, которая характеризует объем шума в схеме, ну или частоту сбоев. Это просто сумма вот этих вот всех P, F, вероятности ошибки. Значит, ну и в простейшем случае, когда есть всего одна вероятность ошибки, например, у вас есть ошибка типа X или типа Z, и вероятности соответствующих ошибок они равны, значит, можно записать, что лямбда, и есть M посадочных мест, возможных для расположения вот этой ошибки в схеме, можно написать, что лямбда равняется просто с произведением M умноженное на P. Значит, тогда вот вероятность результата без ошибки, она выглядит следующим образом, она спадает экспоненциально с ростом лямбда, ну и можно рассмотреть состояние, как функцию частоты сбоев, то есть можно ввести матрицу плотности, конечную нашей, после того, как мы запустили алгоритм, как функцию частоты сбоев вот этой вот лямбда, значит, вот этой величины лямбда. Что тут подразумевается, я чуть-чуть попозже объясню. И дальше можно рассмотреть средние, то есть наблюдаемую величину какую-то, которую мы считаем, например, на магничность какой-нибудь модели при квантовой симуляции, как функцию частоты сбоев лямбда, вот написано здесь, да. Значит, тогда идеальное среднее, то есть которое бесшумовое, так сказать, оно соответствует случаю лямбда равно нулю. Ну и можно, значит, сделать следующее. Можно рассмотреть набор точек с искусственно увеличенным уровнем шума, то есть за счет дополнительных запусков квантового компьютера. Сейчас я разъясню, что имеется в виду. То есть мы рассматриваем набор точек лямбда М с увеличенным числом шума, с увеличенной, так сказать, мощностью шума. И для каждой из таких точек мы смотрим на вот такой вот средний, значит, такой вот трейс. Ну и дальше мы можем промоделировать вот этот вот трейс как функцию лямбда с использованием какой-нибудь параметризованной функции, вот она нарисована здесь, и подогнать ее к точкам с данными для разных лямбда, для того, чтобы получить набор оптимальных параметров вот этих вот тета. Ну и оценка соответствующей смягченной ошибки равна соответствующей величине f при лямбда, равной нулю. Значит, вот здесь показан такой простейший пример. То есть у нас есть разные уровни шума, лямбда, да, вот 0,5, 1, в каких-то единицах 1,5, а мы хотим экстраполировать все это в лямбда, равную нулю. Значит, ну вот мы строим соответствующую экстраполяцию, и лямбда, равная нулю, при рамбда, равная нулю, величину эту берем в качестве оценки для бесшумного идеального результата запуска квантового компьютера. Значит, если лямбда мало, то вот этот трейс может быть приближенно разложен в полином, то есть это оборванное разложение Тейлора таким вот образом. Ну и вот в зависимости от числа коэффициентов, сколько мы тут берем, мы можем, значит, строить разные, так сказать, фитинги, разные приближения. Достаточно, например, взять даже М, равное двум, и какую-то линейную экстраполяцию использовать. Теперь ключевой вопрос, каким образом можно искусственно увеличить шум. То есть нам нужно искусственно увеличить шум для того, чтобы весь этот метод работал. Ну и разработаны два основных подхода. Значит, подход номер один. Если шум инвариантен относительно времени, он может быть искусственно усилен за счет перемасштабирования квантовых гейтов. То есть мы можем квантовый гейт каждый растянуть по времени, ну как-то там подсадить его амплитуду, скажем, соответствующим образом перекалибровать, чтобы он все равно работал в идеальном случае как соответствующий гейт. Но, тем не менее, по времени он становится более длинным, и вероятность ошибки на такой гейт, она растет. Значит, то есть это растяжение времени и перекалибровка. Она хорошо работает для однокубитных схем, а для однокубитных схем сильно зависит от микроскопического гамильтониана, который управляет всем этим процессом, и там не так хорошо. Но, тем не менее, это все было продемонстрировано для всяких несложных экстраполяций, например, для линейной экстраполяции. Все это работает, вот этот метод. И второй метод, он более изящный, на мой взгляд, но тоже он со своими сложностями, так сказать, сталкивается. Это вставка гейтов идентичности. Вот я, как, например, говорил, если вы поставите два x-гейта подряд, это эквивалентно единичному гейту при идеальном выполнении квантового алгоритма, квантовой схемы. Или два синота, например, они тоже эквивалентны единичному гейту. Поэтому вы можете насыпать такие вот пары или четверки гейтов где угодно. Значит, они, по идее, ничего не должны портить, ничего не должны менять. Алгоритм с логической точки зрения не отличается вдруг от исходного, от эталонного. Но, тем не менее, шум за счет неидеальности выполнения гейтов, он увеличивается. И такую, конечно, вещь легче реализовать, потому что для того, чтобы вот это реализовать, вам нужен доступ к квантовому процессу на уровне управляющих импульсов. А здесь вам просто на уровне логических, так сказать, элементов, на уровне гейтов достаточно это делать. Вот. Ну, это все хорошо работает с деполяризующим шумом, но могут быть проблемы с более сложными шумами. Тем не менее, все это каким-то образом работает и с практической точки зрения представляет большой интерес. Значит, второй метод, менее практически, так сказать, значимый, но тем не менее, который тоже рассматривается, и используется, это вероятностное устранение ошибок. Probabilistic error cancellation называется. Значит, основная идея здесь состоит в том, что данные для нулевого шума могут быть записаны в виде линейной комбинации данных для зашумленных вычислений. А дальше можно сэмплировать методом Монте-Карло. Для того, чтобы формализовать этот метод, можно использовать супероператорные обозначения, которые уже здесь вводились одним из лекторов. Значит, можно матрицу плотности векторизовать, вытянув ее в столбец. А соответствующие операторы, наоборот, вытянуть в строку. Тогда вот такой вот трейс, он будет соответствовать вот такой вот конструкции. Ну и можно взять зашумленные базисные операции, вот эти вот бета-н. Значит, здесь должно быть бета вместо b, которые реализуются на данном физическом устройстве. Это прежде всего гейты. Их можно найти с помощью какой-нибудь томографии. И идеальную операцию можно разложить с помощью набора вещественных чисел по шумным вот таким вот гейтам. Ну и дальше. Идеальная измеримая величина. Она представляется в виде вот такой вот конструкции и является просто линейной комбинацией соответствующего вида. Значит, альфа-н – это вот эти вот коэффициенты, которые у нас известны. Когда много слагаемых, можно использовать с эмплированием Монте-Карло и по данным, так сказать, из зашумленных измерений можно восстановить то, что должно быть в отсутствии шума. Значит, это вот второй метод, который, так сказать, является конкурирующим в каком-то смысле методу экстраполяции к нулевому шуму. Ну и есть также вот третий метод, который широко используется для борьбы уже с когерентными ошибками. То есть те ошибки, про которые я до этого говорил, паулевский шум и деполяризующий шум, они являются некогерентными, то есть они не сохраняют частоту квантового состояния. Есть, однако, когерентные ошибки, которые частоту квантового состояния сохраняют, но они на самом деле являются более такими вредоносными. Значит, что это такое? Они возникают физически обычно из ошибок в калибровке управляющих импульсов, то есть это систематически, например, вы там делаете x-gate, а вертите не на π, а на π с каким-то коэффициентом небольшим, единичка с каким-то небольшим добавочкой. И из-за остаточного взаимодействия кубитов. То есть кубиты в квантовом процессоре не должны взаимодействовать, когда они находятся просто в состоянии ожидания, но однако они могут взаимодействовать. Ну и вот эта вот рандомизированная компиляция, Randomize Compiling, она позволяет трансформировать когерентные ошибки в некогерентные ошибки. Про это вот тоже немножко Борис Бантыш говорил про такого рода техники. Значит, я сейчас немножко заострю внимание на вот этом вот. Значит, вот типичная ошибка, с которой можно бороться с помощью рандомизированной компиляции, это остаточные взаимодействия между кубитами. Вот, например, в архитектуре IBM очень противным типом ошибок, противным типом дефектов является остаточное взаимодействие типа ZZ. То есть из-зинговское взаимодействие между кубитами, которые соединены между собой резонаторами. Значит, соединение резонаторами обозначает, что вы можете два кубита, которые соединены, значит, адресовать с помощью Synod Gate прямого. Но, однако, за это приходится заплатить цену, что есть вот эти вот остаточные взаимодействия, с которыми, по-видимому, ничего сделать нельзя. Ну и вот соответствующее преобразование, которое действует на матрицу плотности при вот этом взаимодействии, оно написано здесь, где вот этот коэффициент Z, это что-то в районе 50 кГц. То есть на самом деле вот эти вот остаточные взаимодействия в таких процессорах, они размывают квантовое состояние на времена гораздо меньших, чем T1 и T2. Это такой скрытый дефект, на котором разработчики IBM-овские, значит, стараются не акцентировать сильно внимание посторонних, по крайней мере, лиц. Но, тем не менее, значит, это серьезная проблема, с которой нужно бороться. Ну и как вот устроено вот это вот randomized benchmarking, randomized compiling, его еще называют словом twirling. Я тоже не знаю, как на русский язык перевести. Вот Борис Бантыш тоже оставил twirling, я тоже оставляю twirling. Ну такое кручение какое-то, верчение. Значит, вот, например, у нас есть двухкубитный гейт, мы хотим сделать twirling, то есть мы хотим избавить его от когерентной ошибки, которая зашита в этот двухкубитный гейт. Ну, значит, можно сделать следующее. Можно его, так сказать, одеть вот в такие вот последовательности однокубитных гейтов, которые устроены таким образом, что при идеальном исполнении двухкубитного гейта, значит, он должен оставаться двухкубитным гейтом. Ну, вот возможные наборы вот этих вот операторов PQ, A, S, они написаны здесь, вот, например, это может быть X и XX, да? Вот. И дальше производится усреднение по всем конфигурациям вот этого twirling, то есть по всем возможным конфигурациям этих однокубитных операций. Значит, вот утверждение состоит в следующем, что усреднение по всем этим возможным конфигурациям переводит ошибку в некогерентную. Значит, ну, вот Борис Бантыш про это тоже говорил. И этот метод, он может использоваться для смягчения ошибок. Значит, вот в частности, опять же, возвращаясь к этому пресловутому эксперименту IBM с 127-кубитным квантовым компьютером, значит, они делали следующее. Во-первых, они делали, на первом этапе они делали вот этот самый twirling, то есть все возможные некогерентные ошибки, которые у них были, они переводили в некогерентные ошибки, а дальше делали как раз zero-nose extrapolation, то есть экстраполяцию к нулевому шуму, которая позволяла уже получить результаты достаточно точные, как я вам говорил уже, некой классический суперкомпьютер вроде как не способен досчитать до тех параметров, которые вот они, так сказать, использовали в этой квантовой симуляции. Значит, это вот демонстрация полезности и мощности всех этих техник. Ну и, наконец, есть методы, основанные на обучении. Значит, я хотел бы здесь в этом контексте рассказать про две наши работы, которые опубликованы были в 22-м году, и вот одна вышла буквально на днях. Это Андрей Жуков, мой сотрудник и коллега, и я. Значит, речь здесь идет о следующем. Ну, мы использовали методы машинного обучения, и, значит, идея состоит в следующем, что вот пусть у вас есть какой-то реальный квантовый процессор, который подвержен шумам, и пусть откуда-то вы взяли, значит, обученную нейросеть, откуда она взялась, это обученная нейросеть мы не знаем пока, значит, которая способна принимать вот эти вот данные с квантового компьютера, уже усредненные, я подчеркиваю это, то есть это не битстринги, а усредненные битстринги, то есть, например, на магничности кубитов соответствующих, да, в модели изинга, в той же, значит, она принимает эти raw data, сырые данные, что-то с ними делает, и затем выдает улучшенный результат, ну, вот, например, мы считали какую-нибудь на магничности в зависимости от времени, вот у нас идеальная кривая есть, есть реальная, и она подтягивает реальную кривую к идеальной кривой. Значит, вот хотелось бы иметь такую систему, которая могла бы, значит, соответствующим образом функционировать. Значит, откуда взять такую систему, значит, ну, ее можно научить. Научить ее как можно? Значит, у вас есть какие-то, пусть, зашумленные данные, которые вы сюда запускаете, да, значит, что-то выходит из этой системы, значит, ну, и вы минимизируете функцию стоимости, которая есть разница между идеальными данными, на которых вы учите, и вот этими вот самыми зашумленными данными, значит, ну, взятые в квадрате усредненные. Ну, вопрос, однако, стоит в том, все это, конечно, очень хорошо, ну, где взять идеальные данные? Значит, где взять данные, потому что вы, как бы, сам квантовый компьютер используете для задачи, которая не может быть решена с помощью классического компьютера. Соответственно, где взять идеальные данные для того, чтобы такую нейросеть научить? Значит, ну, на этот вопрос я чуть-чуть позже отвечу, на одном из следующих слайдов, а пока расскажу о том, какую систему или какие системы мы моделировали. Значит, ну, мы взяли опять ту же самую, моделизингов в поперечном поле, хотя не только ее рассматривали, значит, и считали решение, зависящее от времени, уравнение Шрёдингера. Значит, здесь вот нарисовано, опять же, Гамильтониан, я напоминаю, что это взаимодействие типа ZZ между кубитами, между спинами, и внешнее поле, направленное вдоль оси X. Для того, чтобы такую систему моделировать, используется так называемое разложение троттера Сузуки, оператора эволюции, то есть, во-первых, уравнение Шрёдингера, зависящее от времени, решается не с помощью дифференциальных каких-то уравнений, а в представлении оператора эволюции. То есть у вас есть оператор эволюции, он действует на начальное состояние вашей системы, и вы в зависимости от времени получаете, как бы, автоматически решение уравнения Шрёдингера. Значит, ну, у нас гамильтониан представляется в виде суммы вот таких вот слагаемых, локальных, как бы, и хочется разложить оператор эволюции, который вот написан здесь для полного гамильтониана, в виде индивидуальных операторов эволюции, которые соответствуют гамильтониану H-A и H-B. Зачем это делать? Для того, чтобы каждый из таких вот операторов эволюции, соответствующий H-A или H-B, он естественным образом представляется в виде однокубитных или двухкубитных вращений. То есть если вот это вот потенцировать с коэффициентом I, то получается просто однокубитное вращение вокруг оси Х. Ну и вот есть так называемый оператор разложения Троттера-Сузуки, оператора эволюции, который говорит следующее, что если мы разобьем время T на бесконечное число бесконечно маленьких промежутков и возьмем вот такой вот, так сказать, паровозик N-раз, то есть размножим этот оператор в такую строку длинную, то это разложение становится асимптотически точным при N, стремящемся к бесконечности. Ну это вот продемонстрировано здесь, для тех, кто не знает, я сейчас очень кратенько пробегусь. Значит, у нас есть вот такой вот оператор эволюции, значит, ну понятно, что это ряд соответствующий, а мы хотим его выразить в виде произведения вот таких вот рядов, соответствующих оператору АШ и АШБ. Ну если взять в лоб посмотреть, чему будет равно произведение вот этих вот двух рядов для АШ и АШБ, значит, получается следующая штуковина, которая очень напоминает вот эту вот вещь. Ну, однако, видно, что начиная со второго слагаемого, вот здесь вот, значит, здесь набегают различия, потому что здесь есть АШ умноженное на АШБ плюс АШБ умноженное на АШ, а здесь просто два АША АШБ. И это транслируется в то, что, значит, если мы рассмотрим такой вот ряд, вычтем из него произведение таких рядов, то мы получим разницу, которая в лидирующем порядке будет пропорциональна Т квадрат и, значит, коммутатору АША и АШБ. Вот, соответственно, при Т, стремящемся в ноль, эти два ряда, они начинают совпадать. И этим диктуется необходимость того, что нужно исходный промежуток времени разделить на бесконечно большое число интервалов. Значит, что мы рассматривали? Мы рассматривали намагниченность 5-кубитной цепочки на квантовом процессоре IBM. Значит, вот есть такой квантовый процессор, который нам был тогда доступен, значит, из 5-кубитов, то есть это некая изинговская цепочка. Ну и один шаг Троттер, он представляется в виде произведения операторов вот такого типа, это однокубитные вращения, и операторов вот такого типа, это двухкубитные вращения, которые можно представить в виде операции типа Синод. Значит, вот структура одного шага Троттера показана здесь. Сначала мы действуем на каждый кубит с соответствующими однокубитными вращениями, затем мы делаем, конструируем операции типа вот эти вот RZZ между двумя кубитами цепочки, вот, например, между 0 и 1 одновременно, между 3 и 4, вот, ну и так далее, значит, продвигаемся. Ну и, значит, я хочу вам ваше внимание обратить на то, что время здесь входит в углы вращения, то есть это не физическое время, которое фигурирует, так сказать, в запуске алгоритма, как было бы в аналоговой симуляции, а это, значит, цифровая симуляция, и время входит именно через углы вращения, то есть это такой вот параметр соответствующий. Ну и дальше данные квантовой симуляции улучшаются с помощью машинного обучения. Значит, каким образом мы это делаем? Значит, вот теперь где взять данные для машинного обучения? Значит, ну, возможно, два подхода. Вот, предположим, что мы хотим рассмотреть, значит, эволюцию системы, соответствующую N2 шагам Троттера, N2 троттер лэйрс. Трэйр, здесь это теперь не трейс, а единичный шаг Троттера, такое, так сказать, обозначение компактное. Значит, пусть N2 достаточно велико, так что реальный квантовый компьютер уже ничего не тянет, и, значит, мы получаем какие-то данные чрезвычайно шумные, значит, после усреднения ничего хорошего не получается. Но, тем не менее, мы знаем, что для N1 числа шагов Троттера мы можем получить более-менее, так сказать, данные хорошие, которые, поскольку квантовый компьютер еще тянет, то есть число гейтов еще не такое большое. И, соответственно, что мы делаем? Мы, значит, запускаем квантовый компьютер на N1 шагов Троттера, либо это может быть не квантовый компьютер, а это может быть классический симулятор с использованием, например, метода тензорных сетей, когда запутанность не очень глубокая, мы можем, так сказать, данные тоже добывать для большого числа кубитов. Значит, вот мы данные такие добыли, а затем мы добавляем в эту же цепь, то есть у нас цель стимулировать вот это вот, а не вот это, N2 шагов Троттера, где N2 существенно больше, чем N1, значит, мы добавляем в цепь N2-N1 так называемых пустых шагов Троттера, из которых все однокубитные вращения удалены. Таким образом, вот эти вот N2-N1 шагов Троттера, они представляют из себя просто единичный гейт, который при идеальном, так сказать, выполнении всего алгоритма, всего квантовой цепочки, он не должен ничего менять, ну или набор гейтов идентичности, то есть каждый шаг Троттера пустой, он представляет из себя такой вот гейт идентичности. Значит, тогда вот эта вот комбинированная цепь соответствует как бы N2-N2 шагам Троттера с точки зрения шумов, на которую мы и целимся. А дальше мы учим нейросеть вот эти вот зашумленные данные, которые должны быть эквивалентны вот этим данным при идеальном исполнении квантового алгоритма. Значит, мы учим нейросеть их преобразовать одну в другую. И затем уже наученную таким образом нейросеть мы применяем для того, чтобы данные от N1 продолжить к N2. Вот такая вот основная идея всей этой деятельности. Здесь представлены данные для разных типов, так сказать, квантовых моделей, которые мы использовали. То есть это модель изинга в поперечном поле, про которую я уже говорил. И XY спиновая цепочка. Гамильтаниан я не писал, но тем не менее, значит, есть такая XY модель. Вот, ну вот, например, смотрим вот на эту картинку. У нас есть данные идеальной симуляции, которые должны были бы быть. Вот они нарисованы здесь в такой вот черной линии. У нас есть идеальная симуляция. Это означает, что решение уравнения Шрёдингера с бесконечным числом шагов Троттера, то есть в котором отсутствуют вообще ошибки диджитизации, ошибки дискредитации. Опять я слово говорю. Дискредитации. На прошлой лекции я тоже самое говорил, опять сбился. Вот. Значит, у нас есть, видите, raw data, сырые данные, которые уже поджаты существенно, вот плоскими становятся, они уплощены из-за действия шумов. То есть они практически вот выхолачиваются в такую вот плоскую линию. И после того, как мы применили Deep Neural Network, оказалось, что сырые данные достаточно хорошо стали согласовываться с данными точными, которые соответствуют идеальной симуляции. Ну вот мы видим, что действительно этот подход работает. Однако, значит, подход этот, хоть он и работает, но он тем не менее сталкивается с некоторыми сложностями, то есть он не идеален. Для того, чтобы промоделировать, чего происходит, собственно говоря, мы взяли и рассмотрели ту же самую задачу, но в более, так сказать, сложном исполнении, то есть это двумерную теперь не цепочку, а двумерную такую вот решетку изинговскую с использованием симулятора квантового компьютера, то есть с использованием классического компьютера и моделировали не те ошибки, которые вот у нас заданы в железе, мы не можем их никак исправлять, то есть то, что IBM нам выдало, то оно и выдало, а мы брали разные типы ошибок и смотрели, как наш метод работает с разными типами ошибок. Значит, вот сначала мы взяли деполаризующие ошибки, только их, и рассматривали, значит, смотрели данные для n1 числа шагов троттера равных 4, и продлевали вот этот алгоритм фактически в 4 раза, до 16 и до 32, даже до 64, то есть не в 4 раза, получается, в 16 раз продлевали вот этот алгоритм. Значит, ну опять же, вот смотрите, например, на эту картинку, значит, у нас есть raw data, сырые данные, которые практически выхолочены в ноль, здесь намагниченность средняя равна нулю, это результат действия ошибок квантового компьютера, значит, а настоящая кривая, она должна вот быть пунктиром эти, ну и после того, как мы, так сказать, нейросеть применили, вот эта вот выхолоченная кривая, на которой уже практически не видно никаких осцилляций, она стала представляться синенькой линией, зашумленной, которая более-менее повторяет уже реальный ход того, что должно быть. Значит, откуда появляются вот эти вот скачки на кривых, они, видите, когда n2 равно 16, они относительно маленькие, но когда при увеличении n2 они начинают расти. эти вот скачки это не что иное, как дробовой шум. Шум связанный с тем, что у нас есть конечное число запусков квантового компьютера на каждую точку. Но если вы запустили n раз в квантовый компьютер, то единица на корень из n у вас будет шум. И этот шум, он присутствует и на row data, вот здесь вот это дрожание, это есть шум, значит, с которым, так сказать, ничего не сделаешь. в этом смысле. Но этот шум, поскольку нейросеть, она усиливает весь сигнал, она усиливает этот шум и получаются вот эти вот скачки на кривой. Но что хорошо, что этот шум, он дает не смещенный результат, тогда как вот эти вот данные с зашумленного квантового компьютера, где у вас есть ошибки гейтов, они дают смещенный результат. то есть в среднее вот этот кривой с дробовым шумом, оно правильное. Тогда как в среднее вот этой кривой, когда у вас есть ошибки гейтов, оно, значит, неправильное. Но аналогично мы посмотрели разные более сложные характеристики, например, вот такая вот корреляция ZZ между двумя соседними кубитами, усредненные по числу пар кубитов в системе, но мы увидели тоже хорошие результаты, то есть мы можем с использованием вот этого метода эффективно увеличивать глубину алгоритма в разы, вплоть до 16 раз на наших симуляциях это показано. Но на мой взгляд, это достаточно интересно, достаточно ценно. То же самое, похожие результаты были получены для ошибок типа Паули. Вот у нас разные начальные состояния, вот, например, такая с доменной стенкой на соответствующей решетке 9-ти кубитной. Ну и видно, что с ошибками Паули этот метод тоже достаточно хорошо работает. Но, однако, теперь вот плохая новость. Мы включили в симуляцию ошибки типа вот этих вот ZZ кросс-токов, когерентные ошибки, ZZ остаточных взаимодействий между кубитами. Ну и видно, что на этот раз значит метод практически перестает работать, он ничего хорошего не делает. То есть, либо нужно улучшать архитектуру нейросети, что-то другое придумать, либо наиболее простой и, так сказать, прямой метод это использовать рандомизированную компиляцию. То есть, сначала нужно взять, сделать вот этот вот самый тверлин, рандомизированную компиляцию, перевести вот эти некогерентные ошибки в некогерентные и после этого уже применять наш метод, связанный с нейросетью, который после этого должен все, так сказать, починить. Вот. Ну, в общем, вот эта вот демонстрация с моей точки зрения мощности, вот эта вот особенно картинка, мощности, значит, методов, основанных на обучении, их потенциала для смягчения ошибки. И вот, в частности, еще раз повторю, особо привлекателен тот факт, что вы можете длину алгоритма увеличить, глубину алгоритма увеличить в разы какие-то, вплоть до порядка, там, может быть, и дальше можно, если, так сказать, поднапрячься, несмотря на ошибки операции. Ну, и, собственно говоря, краткие выводы, выводы простые, что параллельно развиваются и внедряются методы коррекции и методы смягчения ошибок, и полная коррекция ошибок, позволяющая решать практически значимые задачи, но вот я здесь подчеркну, с использованием известных таких вот уже ставших классическими, квантовых алгоритмов, типа алгоритма Шора, они, по-видимому, являются делом отдаленного будущего, поскольку требуют очень серьезной коррекции ошибок. Вот. А в ближайшей перспективе, значит, можно ожидать совершенствования методов смягчения ошибок, в частности, с использованием методов, основанных на обучении, и наращивания числа физических кубитов в логическом кубите, что позволяет постепенно давить ошибку на логический кубит. Ну и вот представляет интерес объединения двух подходов, то есть error correction и error mitigation. Значит, это в литературе упоминается этот вопрос, но непонятно, как к нему подступиться, поскольку методы, они существенно разные. То есть первый метод у вас на лету корректирует все ошибки, типа x, z ошибок, а второй метод, он связан с накоплением статистики, с дополнительными запусками квантового компьютера и вот этой вот постобработкой результатов, так сказать, вы с ними колдуете, что-то пытаетесь делать. Методы разные, но тем не менее обсуждается и людей интересует, можно ли их как-то объединить. Ну все, спасибо за внимание. Спасибо огромное. Коллеги, у меня такое предложение, поскольку тема, которую Вальтер озвучил, она принципиально важна для технологии, я предлагаю немножечко съехать. То есть, если вопросы будут, давайте мы сейчас такую дискуссию небольшую, потому что потом у нас еще одна лекция, а потом все уже, конечно, губанкет. Давайте, может быть, минут 15 заедем на следующий лекций. Сказатель Николаевич, вы не выражаете? Отлично. Так, первый вопрос, комментарий. У меня просто есть несколько комментариев. Да, Вальтер, спасибо за интересный доклад. Как бы я вот тут даже для себя по поверхностным кодам что-то тоже понял наконец. Вопрос у меня вот какой. Вообще, вот, скажем так, если мы изначально исходим из парадигмы квантовых компьютеров, квантовых вычислений, у нас есть какие-то логические операции, а дальше начинается увеличение числа физических кубитов. То есть, в начале это вот у нас есть исходный граф, который мы потом отображаем, майнер эмбитинг делаем. То есть, это уже какая-то там n квадрат или еще больше. Потом, сейчас логические, как бы, этот майнер эмбитинг, он не связан вообще с логическим. Потом еще увеличиваем. Все-таки делалась какая-то оценка, вот, как бы, все-таки, сколько кубитов нам надо, вот, реально, насколько сложность. То есть, я опять вернусь к вопросу о квантум-супремиси. То есть, мне кажется, вот такое увеличение какое-то экспоненциальное, фактически, кубитов или сильно полиномиальное, там, оно просто, ну, на корню убивает какую-то полезность всех этих устройств. в конечном итоге. Я думаю, что сильно зависит от задачи. То есть, я вот говорил про код Шора, и что существуют соответствующие оценки, да, для кода Шора. Значит, это вот в районе тысяч или десятков тысяч физических кубитов на один логический кубит нужно, да. Значит, но это вот все просчитано, и Иван Дьяконов, по-моему, тоже что-то похожее, не по-моему, а что-то похожее, он демонстрировал тоже, что вот эти вот из Пси-квантума они делали соответствующие оценки. Ну, а дальше зависит все от задачи. То есть, вот действительно, задачи оптимизации, они отображаются на какие-то, значит, задачи, связанные с бинарными вот этими вот кубо, да, с полной связностью фактически. Это достаточно сложно организовать на вот такой вот решетке. Но в то же время, например, задачи симуляции каких-то квантовых систем, да, на квантовом компьютере, для них придуманы очень остроумные подходы, которые требуют взаимодействия только кубитов между ближайшими соседями. Есть, например, такое понятие, как фермионик симуляшн гейт, который позволяет моделировать динамику модели Хаббарда и связанных с ней моделей, да, значит, и там требуется только связанность с ближайшими соседями. Мне кажется, что для таких задач действительно все это более перспективно, а вот для оптимизационных это… Ну, где полный граф, почти. Да, там тяжелая, конечно, я тоже подвезу, и так вы видите. Спасибо. Да, Олег, пожалуйста. Спасибо, Вальтер, за действительно очень хороший доклад. Я, честно говоря, не до конца понял, как вы все-таки вводите машинное обучение, но, может, мы потом поговорим, то есть на каком этапе. Вот, а у меня вопрос более общий. Ну, вот эти все коррекции ошибок, по которым вы говорили, они связаны с не с утеканием состояния, скажем так. Не расслышал. Ну, в общем, помимо вот этих ошибок, которые вы рассматриваете, есть еще утекание состояния, например, в системе со слабым ангармонизмом, да, может утечь, скажем, на третье состояние, то есть оно вообще выпадает, да, такое состояние, вот по этому поводу. Я не знаю, я не ковырял в этом направлении активно, но я знаю, что это рассматривается точно, и есть какие-то методы, которые нацелены именно на утекание тоже. То есть не унитарные просто, да? да, есть. Слушайте, пока, ага, еще подмогу. Спасибо за интересный доклад. Меня интересует, может быть, такой дилетантский вопрос. Насколько устойчивы коды коррекции к ошибкам, которые происходят при кодировании и декодировании кодовых слов, потому что там же тоже есть гейты, там тоже могут быть ошибки. Ну вот я думаю, что они достаточно устойчивы, потому что люди вводят разные классы ошибок. Вот я показывал на слайде класс 0, класс 1, класс 2 ошибки, значит, на таких гейтах, на таких гейтах, на таких кубитах, и в целом оно все устойчиво, то есть оно все демонстрирует один и тот же скейлинг. Спасибо большое за интересный доклад. У меня возник такой вопрос. Вы говорили про, значит, какую-то, в общем-то, постобработку, да, для того, чтобы учитывать шумы, и про избыточное кодирование, да, для коррекции ошибок и смягчения ошибок. Вот есть еще один метод, в общем-то, это использование разных ресурсных состояний, вот эти бозонные ротационные коды, использование состояния типа катарминга, Шрёдингера для, вот насколько, по вашему мнению, это сейчас может быть решением наших проблем, потому что там, кажется, нам не нужно 10 тысяч фотонов, там, или, да, атомных возбуждений в один кубит, да, то есть можно просто использовать малое количество физических носителей. Ну, на мой взгляд, это интересно, но это все находится на ранней стадии развития, то есть какие-то эксперименты первые были, что-то было продемонстрировано, вот, но говорить о том, что это вот такое магистральное, то, что я рассказываю, это магистральное направление, на которое все целятся сейчас. Это что-то более альтернативное, но если выстрелить, то это интересно весьма, я бы так сказал. Нужны эксперименты, больше экспериментов в этом направлении. Большое спасибо за доклад, я вот хотел поинтересоваться, как я понял, вот эти все методы, которые в конце предлагались, это они направлены на коррекцию там среднего значения какое-то наблюдаемого. Можно ли все-таки, это, наверное, как раз связано с последним вопросом на этом слайде, можно ли как-то конкретные битстринги исправлять? Потому что даже вот в низк есть алгоритмы, там, Куава, тот же, где наш ответ – это битстринг, а не среднее значение. Мы на эту тему думаем, но пока ничего не придумали, скажем так. То есть это сложная задача. Спасибо за доклад. У меня вопрос касательно поверхностных кодов. А можно ли с помощью них реализовывать не клиффердовские гейты? Да, любые можно. То есть нет ограничений? Спасибо. Вактор, если позволите, у меня такие два вопроса связаны. Вот можете вернуть код с повторением, там в самом начале был, который Мартинес реализовал впервые. Да. Еще, еще. Вот это, да. Ну вот смотрите, вы вставляете некое устройство, которое исправляет ошибки после двух логических операций, сенот. И это устройство… Нет, вот здесь вот ошибки мы исправляем. Нет, нет, сейчас, секундочку. Эррор, здесь эррор происходит. Да, да, да. Ну вот эррор происходит на двух логических гейтах, да. И чтобы исправить эту ошибку, вы используете четыре, ну не вы, используете четыре логические гейта. Причем они по структуре такие же, как то, что мы исправляем. Ну вопрос следующий, значит, да, ясно, что вероятность ошибки вот на этом этапе, да, уже в исправляющем элементе, да, ну по крайней мере в два раза больше, чем то, что мы пытаемся исправить. какие-то по умолчанию делаются предположения, что эта схема будет работать идеально. Да, вот здесь считается, что ошибка только здесь происходит. Мы можем... Да, без комментариев, ну потому что, если ошибка происходит, и там мы пытаемся исправить, это экспоненциально нарастает, это бессмысленно. То же самое, значит, девяти кодовый, девяти, вот этот код, шора, да, ну аналогичный и так далее. Все, это, значит, тогда приняли к сведению. А второй вопрос, у меня, извини, комментарии по статье, вот нашумевший Лукина, я, ну, не то, что пытался разобраться, ну, пытался, да. Там, в общем, довольно странные утверждения делаются, потому что, ну, они, то утверждение, которое, собственно, прозвучало, то, что, значит, 48 логических кубитов получено из 280 физических с помощью кодов, поверхностных кодов, там, distance 3, там, тире 5. Ну, вот только что нас убедили, и не только вы, что-то невозможно просто, в принципе. То есть, какое-то лукавство, да, вот тут имеется. Статья очень тяжело написана, кстати говоря, ну, я думаю, что кто-то, не знаю, Борис, надо спросить, да, разбирались. Там в сапплементаре, значит, материал, значит, всего три формулы, вот, а в самом, значит, теле статьи, ну, там куча приводит всяких графиков, ссылок, да, но формул тоже очень мало. Нет, я не могу вам сказать сейчас. Ну, а все-таки на вскидку, еще раз, вот вы, ну, звучали там вот эти вот стоимости, да, производство логических кубитов, ну, тысячи, десятки тысяч, есть сто тысяч, а здесь пять. Но это для того, чтобы достигнуть соответствующей точности логического кубита. То есть у нас цель, понятно, да? Совершенно верно, но вот то, что я могу точно сказать, ну, мы отслеживаем работы вот этой группы, поскольку они занимаются нейтральными атомами, то есть у них точность однокубитных операций в идеальном случае не усредненные, а вот именно, ну, уникальный кубит берется и самое лучшее 99 и 99 однокубитных, да, а в среднем по больнице получается, ну, 99 там с копейками. То есть этих еще двух девяток нет, а точность двух кубитных операций, 99 и 3. То есть я к тому, что эти цифры тоже очень далеко от того, что вы совершенно справедливо упоминали, да? Нет, это близко к три шелда уже. Это близко, но это не порог еще, конечно. это порог уже, это порог. Для двух кубитных 99 и 3? Да, да, да. Ну, давайте поспорим. Не, 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 ну вот для однокубитных, вот смотрите, сейчас, где тут у меня соответствующая штука. Значит, вот смотрите, для, например, кубитных кодирующих данных. Вот три шелд в районе четырех процентов, что-то типа того. Вот один процент. Ну, хорошо, тут я как бы вот тоже, значит, ну, эти статьи написаны так, что трудно понять, это, вот эта ошибка 99 и 3, скажем, которая указана по двух кубитным операциям, это средняя по больнице или это, значит, вот самое лучшее из того, что приводится. Вот есть ощущение, что это самое лучшее, то есть средняя будет гораздо, ну, поменьше. Тогда хуже, конечно. Ну, тоже вот как специалист, вы не разберете, потому что в статье делалось прямо настолько, настолько сильное заявление. кратенько просмотрел. Борис, а вы все-таки, ну, это же веха, то есть если это так, как заявлено, то, в общем, квантный компьютер уже действительно есть и он будет там ближайшие два года. Ну, вот со Стасом Страупа, я говорил, он как-то очень проникся сильно этой статьей. Да, он проникся там действительно, даже, собственно, не статью я знаю, а теми вот, ну, заявления, которые дальше делаются, они через два года хотят сделать там, в общем, сотню логических кубитов точно, а это уже достаточно для того, чтобы там... Не, ну, смотря для чего достаточно, понимаете? Достаточно для чего? Ну, чтобы любимое нами квантовое превосходство продемонстрировать. На полезные, на полезные модели. вот я вам говорил, что для как раз для какого-нибудь кода Шора вам нужно 10-14. Нет, ну, Код Шора не единственная полезная вещь. Ну, вот вопрос. Ну, видите, например, неясос Могилов озвучивал здесь оценку для их, значит, задачи, это 10-9. То есть, все, что озвучивается сейчас, вот такие вот типы ошибок должны быть для того, чтобы достичь практически значимой задачи. Там, в квантовой химии тоже это что-то страшное, 10-минус какой-то там степени. я знаю эти оценки, да. Ну, хорошо, то есть, в общем, ну, действительно, вот хорошо бы, что кто-то из теоретиков 10-6 ошибка? 10-6 это хорошая ошибка. Так, ну, значит, смотрите, было 5 выступлений лекторов и 2 выступления, 2 вопроса, а, 3. Спасибо большое за ваш обзорный доклад. У меня вопрос касательно вот геометрии, вот коррекция ошибок. Что будет, если мы перейдем от вот плоских геометрий, про которые вы рассказывали, к трехмерным, например, если мы возьмем несколько чипов, уложим их в стопку с соответствующими связями между чипами, где будут не соединенные квадраты, а соединенные такие кубы. Вот такая геометрия, она может дать какое-то принципиальное улучшение или это плюс-минус все одно и то же? Мне кажется, что плюс-минус, хотя я могу и ошибаться. То есть я в эту сторону не копал, не смотрел, не могу сказать точно. Но первое впечатление, что вряд ли что-то такое.